главная задача пожалуй закомпоновать то что мы хотим сделать мы немножечко изменим форму чтобы было поинтересней давайте вот я давлю помните да а вы не давите вот так вот авальчик рисуем виде диагональненько вот диагональненько чтобы даст уголочек смотрелами близко но так чуть выше давайте ставим отрезочек можно по центру можно не по центру и вот делаем грибочек шапочку такого сделали грибочек очень-очень интересная медуза у нас будет много чего по мокрому будут чуть ниже покажем толщиночку оказываем пока что ничего сложного делаем такой шапочек хорош вариант может вот так получится поставить нам не так не особо удобно ну ладно пока что так дальше нам нужно показать вот эти вот моменты и идем их мы покажем в тельце да ее как называется кто знает щупальца что ли то есть вот они будут идти вот отсюда мы показываем так и на эту тельце нарисуем тут такая юбочка у нас пошла и пока вот так вот условно покажем юбочку эту мне не хочется совершенно давить потому что такие прозрачные зоны сейчас за компонентом потом прорисуем пока что условно показать вот такие вот моментики мы сделаем принципе у нас она может даже и туда продолжаться я немножечко выдумываю делаю по смотрите по-своему вообще-то вот это вот у нас такие идут тоже мини щупальцы не знаю которыми она ловит жертву мы прежде чем их сделать сейчас покажем саму структуру ее у него такая структура поесть по ним уже у нас пойдут эти самые щупальца ах слабо прошу прощения на мне тут очень ярко вот так лучше в общем какую-то такую волосистость надо создать и у меня не совсем так поудобнее начинаем прорисовывать вот эти моменты в общем а и и и и и и тут вот эта юбочка ну как бы расширяются такие зонки сюда он тут мы тоже будем видеть вот такие полосочки то есть точно такие же только внутренние стороны вот так делаем давайте жду как вы уже поняли рисуем со мной тут ничего сложного смотрите рисуйте смотрите рисуете это не какие-то конструкции невероятные архитектурные если вы что-то не так сделаете то у вас все поломается все и 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 Но тут в основном будем разбираться в акварели. Так. Ну вот эта вот юбочка. И ну вот так вот переходит вот в эти... Ну сделайте пока что так, это условное понятие, а потом уже продетализируем. Спасибо. 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 Так. Так. Ничего не видно. Не отключайтесь, подождите. Попробую справиться. А вот так лучше? Анна. Сейчас все будет видно. Тут ничего сложного в построении. И в акварели-то все нам будет видно. Это ж ярко. Так лучше видно, скажите кто-нибудь. Хорошо. Оставайтесь, не уходите. Задание у нас сегодня очень интересное. Мы по мокрому будем работать. И с контрастами. Просто так или иначе все равно надо будет это все подтирать. Так как это акварели, так как работы со светлыми формами идут. Поэтому давайте сейчас все закомпонуйте. Что касательно вот этих вот полосочек, они у нас... Ну вот у этой медузы они такие темные. Мне наоборот хочется сделать яркими, красивыми. Мы их скорее всего сделаем рыжими, желтыми. Это будет очень интересно смотреться. Я так думаю. Ну, или хотя бы некоторые. Так, я думаю все уже сделали, да? Теперь, конечно же, перед тем, как начинать в акварели, мне нужно все это потереть и вам тоже. Поэтому давайте... И надо будет еще выделить более красиво вот эти вот моментики по краю. Но это можно сделать только когда я подотру. Все... Ну... Вроде бы имеют свою форму, но они в любой момент ее могут поменять. Изменчиво по своей форме. Так, вот это пока сотру. Тут вот что надо сделать. Тут вот такие как бы... Вот такие моменты между этими полосочками. Сделайте их. Вот. Пока что я давлю, чтобы вы видели. А потом я все равно чуть-чуть могу потереть. То же самое по вот этой вот зоне. где у нас полосочка была. А потом я перейду. Ну... Ну... Или... Ну... вот эти сто процентов не надо чуть-чуть потереть еще все в принципе чуть-чуть подтираем ну как чуть-чуть я подтираю чуть-чуть чтобы вам было видно а вы сильно подтирать чтобы хоть очертания какие-то вы могли понять что это дело это не гуашь не сравнивайте это с гуашью гуаши не надо ничего потерять в аппареле это обязательно условия кто возможно работает в гуаши и другие преподаватели ничего не подтираю возможно так как не фокусе мой должен быть фокусе потому что всем отключила звук если у кого-то есть видео отключите может быть видео перебивает нет ни у кого нет видео итак начинаем работу с фона либо все-таки дадим какие-то отдельные оттенки самой медузе есть несколько путей как лучше нам поступить смотрите в чем дело давайте разложим все по полочкам у нас темный фон темный вот эти моменты светлые то есть их точно крайне мере на начальных этапах делать по сухому конечно лучше все-таки дать какие-то основные оттенки особенно если я хочу чтобы вот тут вот были у нас рыженькие полосочки то тогда их нужно дать первостепенно когда все-таки не с фона ночью он идет попозже и так набираем какой-нибудь желтенький рыженький оттеночек ладно давайте по мокрому вот с этой зоны начнем с верхней шапочки сделаем ее по мокрому я чуть-чуть подотру просто водичкой пройдемся пока смотрим давайте пока просто смотрим шапочку аккуратненько водичка проходимся верхнюю так слишком много влаги у нас вот тут должны быть такие кончик на кончик берем желтенький цвет где-то вот вот тут вот такие вот желтенькие пятнышки мы ходом поднимаем она расплывается красиво расплывается и нам все нравится как у нас расплывается так после вот этого момента нам надо взять голубенький еле-еле голубенький такой вот чуть-чуть его поднамешать можно даже чуть-чуть изумрудненький давайте лучше вместо голубенького изумрудненький возьмем да точно ведь я чуть-чуть меняю и вот тут вот ой чуть-чуть переборщила ну чуть-чуть тут вот так вот раз и дадим по этой зоне вот где вот эта вторая полоса у нас была по ней чуть-чуть дадим и вот тут по краешку слабенько еле видно посмотрите нам нужно чтобы вот тут бличок такой светленький получился поняли то есть вот это такая светленькая прослойка так хорошо я сейчас посмотрю зайду сама с телефона что где тут нет резкости фокуса но суть поняли пока что делайте давайте разбирайтесь вот с этим моментом тут можно отдать чуть-чуть потемнеть сейчас попробую подправить что-то и как раз по когда подсохнет еще тут есть такие как бы красноватые пятнышки сейчас это по мокрому сделаю проверю где там нет резкости хорошо что нельзя мне пока прерывается это под самый конец когда у вас уже чуть-чуть подсохла по форме вот этих полосчик которые мы рисовали надо если вы чувствуете что у вас подсохла у меня где-то подсохла где-то нет ну ничего тут страшного нет вы имеете возможность наблюдать что где-то расплывается сильнее чем мне хотелось бы пока что так давайте делайте а я посмотрю где там проблемы а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Так Ну, нет резкости, я думаю, это не совсем не проблема. Чуть-чуть замедленно, но эта камера так снимает. Добавляем верхушку. Добавляем вместе со мной вот этот момент. Добавляем верхушку. 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 Спасибо. Спасибо. Примерно вот так оно должно выглядеть. Жду. Самое непростое у нас будет покропотливости работы с фоном. Для того, чтобы эту медузу выделить и сделать ее яркой. Спасибо. 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 Так сделали. По мокрому, в принципе, работается быстро. По сухому тоже эти полоски вырисовывать недолго. Давайте теперь сделаем внутреннюю чашечку. При этом вот эту зону пока что оставим. Эта часть тоже мы ее сделаем по мокрому. Водичкой. Пока смотрите. Единственное, вот этот момент теперь, где у вас заходит на... Можно я чуть-чуть выделю все-таки оттеночек. Чуть-чуть. Чтобы вам было видно, где я отсветляю. Вообще это просто вода. Желтенький аккуратно обходим сторону. Он должен остаться желтеньким. Что здесь, что здесь. Подтушевали и ждем, когда чуть-чуть подсохнет. Это крайне важный момент. Потому что с полосочки мы будем проводить... Можно даже чуть-чуть помочь, чтобы быстрее. Я также буду делать изумрудом некоторые, а некоторые синеньким. Вы можете получить... ... ... Спасибо. Сначала изомбудом. У нас должны остаться и белые полосочки, в том числе и синенькие. Даже можно вот тут вот сделать, вот так обвести. Смотрите, и вот так вот плавненький переходик. Даже с этого можно и начать. Спасибо. 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 Плавненький переходик вот тут должен у нас быть. Плавненький переходик делается через водичку, да? Если тем более у вас подсохло. Темнее, потемнее, потемнее. Мы хотим, чтобы у нас вот тут выделилось. Спасибо. 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 Любима вас. Еще раз 하겠습니다. Спасибо. Все, если вы nanomenge microphones, ну и мы будем там так все можете делать перерыв был, потому что ждала я пока все делают тот момент, который я показывала не сильно темно, если что бирюзу можно сделать этот изумруд синий с зеленым в пропорциях прям идеально не нужно стремиться сделать потому что я не стремлюсь сделать идеально как там главное помните да улавливаете суть и начинайте работать тут вот у нас вот что будет сейчас посмотрите какой интересный момент возьму водичкой и размоем его что касательно вот этих вот перышков их чуть позже начнем делать пока что сделайте этот момент когда подсохнет можете чуть-чуть вот так вот еще размыть краешки просто водичка пройтись чтобы не резко было делаем мы еще потом много раз будем разбираться когда сделаем фон с самой медузой и элементами сейчас делаем общее моменты вот Продолжение следует... 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 чуть-чуть не стану такой зелененький главное он переходил в розовый белые пятна если будут оставаться это красиво оставляйте теперь вот это желтенькую сторону входим сторонам для полосочку и это тоже мы не задеваем стараемся водички использую максимально побольше это вот такие вот моменты туда-сюда туда-сюда Так, еще у меня есть два, один центральный, если сейчас я его намочу, тогда он сольется, поэтому я подожду, а вот этот сделаю. Так, и чуть-чуть пусть будет желтенько вылазить. Следующий, вот этот, тут уже, в принципе, края подсохли, если сольется, то совсем немножко. Аккуратнее. И по тому же принципу, так, у меня вот тут слилось. Вот, убрала, видите? И тут тоже. Вот тут, скорее всего, лучше розовым сделать, иначе зальются. Подписывайтесь на мой канал, мы реальны. зима и знать что-то изумруд то зеленый желт значит такой оттеночек лучше положить то есть учитесь работать на контрастах на колорите чтобы не сливалась и где-то желтым а тут тоже нам надо поставить все можете работать тут вот можно ёбочку чуть-чуть покрасивее сделать так так но я думаю уже все сделали есть такие кто не доделали эти моменты нам пора начинать работать с фоном мы еще ко всему к этому вернемся ну раз все молчат тогда отвлекаемся немножечко и слушаем значит фон у нас темный и начнем у самого простой зоны это вот это чтобы немножко вспомнить как это аккуратненько надо делать однотонно не хочется чтобы вы это делали чтобы было не так скучно поэтому водичка как обычно на я давайте водичку не буду чистый чтобы вам было видно я сейчас добавлю более темного цвета сюда помним когда работаем с фоном с такими большими зонами по мокрому нужно чтобы у нас не успевали высыхать какие-то зоны итак берем яркий синий синий цвет видите как красиво расплывается и как выделяется сразу шапочка больше яркого цвета темного можно даже намешать дополнительный цвет там можно еще к фиолетовый использовать кстати ход у нас может идти все так дополнительный цвет темный можно вот синий на темный намешать помните красный синий и зеленый получается очень темный цвет почти черный и стали нам очень даже может быть это понадобится чтобы утемнеть но он не черный он синий просто темный темный синий водички когда простой добавляете она интересненько начинает само сплываться как ему надо вот и теперь пошли вот тут вот так как плавненький переходик уже имеется можем пойти с какой-то одной стороной оставляем покой вот это желтенькую полосочку аккуратненько и обводим вот этот сезон подтемняет таким же способом бумага будет кукситься это нормально когда работаем большим количеством влаги вот это же у нас делали давайте теперь здесь здесь доведем до какого-нибудь итога если у вас не подсохло входим очень аккуратно щупальца либо не касаемся наоборот подтемняем и продолжаем вести линю пока до конца вот здесь вот видите зоны не закрою это делаете уже со мной я думаю смысл вы поняли уловили все это делаете со мной не надо ждать пока я закончу на что я буду долго вот тут красиво форму можете вот так вот смотрите вот отвлекитесь посмотрите сейчас кисточка форму красиво нарисовала вот так вот и аккуратненько оттушевываю то есть темным вы можете корректировать фигуру ведь общупать делать более красивыми и не забываем оттемнять пока не подсохла когда заполонили цветом не даем возможности высохнуть каким-то моментом так и продолжаем не даем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь можно вот этот уголочек привести в порядок большой и потихонечку вовнутрь входим. Продолжение следует... 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 На самом деле, на моей работе тут гораздо темнее, чем вы видите. Я вам сейчас скину фотографию, не знаю почему, так освещение получается. Можете посмотреть в WhatsApp. Вот к такой темноте и нужно стремиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенно, постепенно вот эти зоны тоже закрываем в таком же порядке. Продолжение следует... 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 Так, работаем побыстрее, ускоряемся. Может, нам еще хочется дать деталей, когда мы все сделаем каких-то уточнений, потому сейчас я 3 минутки заканчиваю, 2 минутки жду вас и даю уточнение. Продолжение следует... 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 Так, у меня последняя зона тут осталась, что не может не радовать, желаю вам скорейшего того же. Продолжение следует... 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 Пока подсыхает, пока кто-то доделывает, обязательно даже не доделывайте сейчас, а лучше делайте со мной. С фоном можно будет разобраться и позже, согласитесь, да? Поэтому голубенькие взяли оттеночек. И давайте нам надо с вами выделить вот эту заднюю от передних. Все, что переднее, оно поярче должно быть. Все, что заднее, чуть-чуть уйти. Сквозь пизм воды на дальний план. Так вот отделили и смотрите, просто водичка чистенькая. Салфетка, водичка, размойли. Очень аккуратно вот так вот вывели. Этот момент у нас и делился. То же самое, мы должны сделать и топ. Что ближе к этому? Это дальше, значит, чуть-чуть ввести на стыке в тень. Эти моменты запоминайте, когда будете рисовать самостоятельно. Так работает эффект взаимозакрываемости. Освобождаем. Чистая водичка. Уводим. Чтобы не спорила. По краешку тоже можно чуть-чуть вот так размыть. Ее, в принципе, чтобы сильно не выделялось, чуть-чуть можно так увести. Часть тоже чуть-чуть можно увести. Вот размыть я. Просто водичка пройтись. Так. Видите, формочку можно изменить темным цветом всегда. Что ближе, вот это или это? Ближе вот эта полосочка. Поэтому нужно взять вот так вот ее выделить. И так же, как мы делали до этого, водичка просто увести. Вот видите, вот видите, как выделилось, да? То же самое сделаем везде, такое на стыках. Все, что у нас впереди, выделяем. Так, где-то еще может. Еще вот тут. И эти монетики, они выделяются сразу при помощи такого эффекта. Вот этот момент, чуть-чуть увести. Так. Вот он спорит. Спорит. Тоже чуть-чуть увести. На концах, вот тут, вот, куда заходит, это важный момент, тоже надо чуть-чуть увести. Водичкой, водичкой. Сейчас мы видим, что он туда заходит, но история, как говорится, умалчивает. И вот тут на стыках тоже надо с этим поработать, на этих желтых даже полосочках. Вы должны решить, что у вас ближе. И это выделить. Это выделить. Водичку обводим. Сейчас мы подразберемся с этой ёбочкой, нам надо там тоже что-то сделать. Интересненькая. Думаю, мы сейчас вот так поступим. Возьмем изумруд. Делаем всё время со мной. Суть уловили и со мной. Конец я уже не жду так. Смотрите, точечки вот так поставим. Взаимосвязаны точечки, какие-то отдельные. Чуть-чуть пусть подсохнет и потом выведем кверху. Будет интересно. Тем не менее хочется понять, что делать вот тут снизу. Давайте попробуем через коричневый цвет. Тоже вот так точечки поставим. Какие-то смазанные, какие-то нет. и вот через них можно придумать вот такой эффект. Это можно сделать любым цветом. Красный там, например, может выхватить. Не красным, а, к примеру, вишневым, да? Это можно плавненько даже здесь вынести. И исчезают точечки потихонечку. Меньше, меньше. Интересный эффект. Кстати, зелень уже подсохла, пора с ней разобраться. Смотрите. И тут водичку взять и немножечко размыть. Вот такой вот получится хитренький, интересненький эффект. Вот так вот. И немножечко, как хотели оставить ее этим цветом, так и оставили. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Ну, пожалуй, все. И вот синим цветом проходимся. И плавненько выводим, потому что нам надо подтянуть вниз. Просто водичка. Вот так вот интересненько у нас должно получиться. С таким же успехом можно еще чуть-чуть потемнеть здесь, у кого недостаточно темно. У меня вот она, полосочка. Придется тут делать ювелирную работу. Она же перед, на переднем плане, значит, на заднем надо все потянуть. Вот так, чтобы она поделилась. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, я бы еще вот что сделала, в принципе. Прошлась бы еще разочек по желтым полосочкам. По некоторым, где не хватает яркости. и которое желательно на переднем плане. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...